Уважаемые коллеги, ну, закономерно, что мы с Алексеем поем дуэтом, потому что у нас общая позиция, хотя в организации еще продолжается дискуссия. Смысл в следующем. Вот здесь вначале Борис Когорлицкий сказал, что нет ничего страшного в расколе, если этот раскол произойдет. На мой взгляд, конечно, это было бы крайне неприятно, потому что мы действовали вместе достаточно долго. Но, понимаете, раскол уже происходит, это нужно осознать. Происходит раскол между оргкомитетом и населением страны, а это гораздо страшнее. Почему? Потому что население страны не собирается возвращаться в 90-е годы. Население страны, по нашим наблюдениям, и в путинской России жить не хочет, но в 90-е годы оно тоже не собирается возвращаться. Если просто провести, особенно, как сейчас это часто говорится, давайте уберем Путина и все решится, но это просто наивно. Если провести умеренные политические реформы, возвращение в 90-е годы без социальных обязательств, мы это уже проходили, и народу это не понравилось, вы знаете, какая репутация в 90-х годах. Отсюда наши требования не только выдвижения социального пакета, но и четкого прописывания политических обязательств. Мы выступаем за конституционную реформу, потому что Конституция 93-го года, к сожалению, и обеспечила не путинская, а ельцинская Конституция 93-го года, принятая под канонаду танков, обеспечила перекос в пользу президентской власти, которая сегодня выродилась в откровенный авторитаризм. Это первое. По поводу наших социальных требований много и очень хорошо было сказано, я остановлюсь на другой стороне этого же самого процесса. На нас, на левых и социальных активистах, лежит сейчас очень большая нагрузка по решению множества проблем людей, с которыми они сталкиваются сплошь и рядом. Тихой сапой и даже не 7 мая, а практически с марта, началось широкомасштабное наступление на социальные права, которые наращиваются с каждым днем. И репрессии здесь ведутся не менее серьезные даже, чем по делу 6 мая. И здесь, к сожалению, мы пока не имеем должной поддержки прессы. Нас поддерживает только интернет и YouTube, у которых нет командования. Дело краснодарских экологов. Ситуация все того же феодализма, когда ради феодальных интересов губернатора, под судом и с уголовными обвинениями оказываются люди, защищающие природу абсолютно легальными средствами. Но вы понимаете, что в стране, в которой нет суда, разница между обвиняемым и виновным колоссальна. Потому что обвиняются как раз, как правило, невиновные, а те, кто заступаются за закон. Вы знаете дела не только Химкинского леса, сейчас Цаговский лес, но идет масштабное наступление на заповедники нашей страны, в том числе в связи с столь любимой начальством Сочинской олимпиады, где закон, конечно же, не писан, а там тоже есть феодальные, вполне феодальные и коммерческие имущественные интересы. В Москве идет масштабное наступление на парки и скверы столицы, которое, можно сказать, последнее, что у нас осталось, где подышать, где власть вступила, очень печальный для меня, потому что, так сказать, есть наша культура, наша древняя традиция, но власть вступила в союз с верхами русской православной церкви, и идет захваты абсолютно незаконные, захваты парков под строительство. И этому тоже нужно положить конец, потому что люди выходят, но когда людям говоришь, давайте приведем белоленточных вождей, они говорят, а им это разве интересно? И вот это беда, им это неинтересно. Поэтому если они не повернутся к народу, то народ отвернется от них. Но если нам удастся, как мы предлагали уже с марта, создать сеть социальной солидарности, когда люди, которые выходят на болотную, будут приходить и в те же парки, и тогда содрогнутся местные начальники, они такого боятся, будут приходить в Казихинский переулок, где идет разгром архитектуры центра столицы, будут приходить к заводам, потому что когда рабочие слушают по телевизору, какая у них зарплата, они с удивлением говорят, а может быть и нам это тоже платить? Ну, я как человек, работающий в системе Академии наук, то же самое могу сказать про ученых. Когда нам Путин сказал, какая у нас средняя зарплата, главное, конечно, вопль было, можно и ученым что-то с этого перепадет. Куда это уходит, мы не знаем. Отсюда еще одна проблема, последняя, о которой я хочу сказать. Мы сосредоточились на фальсификации выборов. Да, конечно, выборы были фальсифицированы, и да, конечно, современный российский суд, самый феодальный суд в мире, никогда этого не признает. Ну, если вообще можно говорить, что у России есть суд, это вопрос спорный, как известно. Но дело в том, что точно так же, и это гораздо, может быть, важнее для людей, фальсифицируется социально-экономическая статистика. Зарплаты не те, о которых нам говорят. Инфляция не та, о которой нам говорят. И здесь даже нет законодательного наказания за эту фальсификацию, хотя именно из этого вытекает и ложь про преодоленный кризис, и ложь про зарплаты, и многие социальные стандарты. И эти проблемы тоже должно поднять движение, если оно хочет, чтобы на его марше действительно приходили миллионы, и чтобы был достигнут реальный результат. Спасибо.